всем привет вы на канале ветви и я ваш новый корреспондент анастасия гриневецкая хэштег ваш милый парикмахер за то время что мы с вами не виделись я успела освоить новую профессию парикмахер колорист у меня уже есть очень много полезной информации в голове которые я готова с вами поделиться но я женский надо отметить мне даже на всякие ушечки подстриги меня подстриги меня встречаясь в повседневной жизни со своими клиентами я обнаружила что оказывается практически 80 процентов человек не умеют правильно мыть себе голову и сегодня я вам расскажу как правильно делать это когда у нас должна быть теплой не горячей не холодной идеальная температура воды это когда вы ее даже не чувствуете головой если мы просто голову намочим вот так вверху если мы откроем вот здесь волосы то внутри у нас все сухо волосы должны быть намочены голова вся должна быть мокрая теперь когда у нас вся голова и волосы мокрые мы приступаем к мытью голову мы всегда моем на два раза и пошли по проворам пальчиками хорошо массируем кожу головы моем только кожу головы если мы будем просто вот так по волосам водить мы ничего не промоем мы именно пальцами сквозь волосы кожу головы моем длину при этом и не трогаем любой уважающий себя парикмахер просто отрывает вам руки если увидит что вы будете мыть голову вот так основная длина волос у нас так не нравится их не нужно так тщательно вымывает не просто пенку стягиваем по волосам и этого достаточно для того чтобы полотно волос было чистым волосы мы отжимаем не сильно использование маски или кондиционера является обязательным а почему я расскажу в одном из своих следующих сюжетов думай своих лидов сюжет начинаем от кончиков и поднимаемся наверх близко к корням мы не подходим выдерживаем то количество времени которое у нас указано на упаковке то что нам посоветовал производитель и смываем теплой водой теперь когда у нас водичка уже пошла чистая не мыльная мы завершаем наше мытье мы все смыли хорошо казалось бы такая элементарная вещь как мытье головы но она очень сильно влияет на состояние и здоровье ваших волос если делать это правильно то волосы не будут повреждаться и по длине они будут расти длинные и прочные после того как мы помыли голову нам нужно правильно подготовить и в дальнейшей укладки и сейчас я покажу как делать можно а как делать нельзя руки оторвать тем кто делает так потому что волосы очень сильно повреждаются категорически нельзя начинать сушить волосы когда они очень мокрые сразу же после мойки ну например когда с них вот так бежит вода категорически у меня все очень много да категорически категорически выпускает ни в коем случае нельзя мокрые волосы расчесывать расческой как делать правильно после того как мы промокнули волосы полотенцем аккуратненько сняли убрали всю влагу не травмируя волосы мы просто разбираем их руками ручками ручками разбираем сейчас объясню почему нельзя расчесывать мокрые волосы а вот представьте бетон когда его только залили он очень такой еще жидкий мягкий когда мы туда наступим там останутся следы он повредится разольется там еще что-нибудь когда он засохнет вот что угодно с ним делай он будет как камень то же самое с волосами у нас мокрые волосы очень тянутся они повреждаются поэтому и любые механические воздействия очень плохо влияют на состояние наших волос особенно если это волосы обесцвеченные вот такие как у меня они просто отпалят что не сделаешь они хорошего познавательного главное сюжета начинаем сушить голову не на горячем воздухе на среднем итак сейчас мы увидели несколько вариантов как можно высушить волосы почему нельзя вот волосы тогда сушить хаотично это очень путает волосы и если вы так сушите наверно мы замечали что они после этого такие почему нельзя сушить волосы вверх ногами потому что волосы у нас растут вниз и так для чего сушит голову вверх ногами для того чтобы у нас был объем но как мы поняли это у нас путает и повреждает немного длину вам покажу альтернативный способ честно подглядела его у крыгиной на youtube канале но пользуюсь ими мне очень нравится то есть мы по проборам сушим волосы сначала в одну сторону и как вы заметили волосы я сушу без использования расчески для того чтобы приступить именно к укладке нам нужно высушить волосы на 80 процентов что такое 80 процентов это когда волосы уже визуально сухие но когда мы прикладываем ладошку они еще такие прохладные после того как наши волосы высохли на 80 процентов мы можем нанести любой несмываемый уход термозащиту масло то что подходит вашим волосам и начинаем наносить от кончиков расческу я до сих пор не использовала мы приступаем к завершению укладки то есть я сейчас буду феном сушить волосы уже на сто процентов а на этом этапе мы уже можем начать пользоваться расческой и феном ну и все финальная часть мы расчесываем нашу укладку расческой мы также помогаем волосам задать направление лежание не нужно бояться того что вы снимете с себя полотенца волосы у вас там непонятно в каком состоянии если вы их не расчешите то они такими и высохнут нет такого не будет то есть вы разобрали волосы руками этого достаточно просто в конце уже после того когда сушили волосы мы их расчесываем и задаем направление можно помочь волосам так расческой раз вот так с другой стороны два вот так к лицу перекинули и красиво нет я не вижу объем приподняли и вуаля все лежит расческу использовали и эти шарики расческу использовали только в конце если в конце укладки у вас осталась небольшая пушистость да если вам это не очень нравится то в конце можно воспользоваться маслом ну что вуаля наша безопасная травматичная укладка готова это все можно повторить легко в домашних условиях надеюсь наши лайфхаки вам помогут в этом ты учишься в девятом или одиннадцатом классе значит можешь поступить в якутский колледж инновационных технологий право туризм финансы логистика и другие специальности есть бонусы и скидки звони 36 91 91 61 а и 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